Мы идем в бассейн, уже опаздываем, торопимся, да, с перекусом, торопимся, торопимся. Регина сзади идет. Вот наша спальненька. Очень такое все мягкое, все такое классное. На ней рисовать можно. Не надо, это нет, это на бархате можно рисовать, на этом не порисуешь. Единственное, чтобы кошка наша не драла ничего. Ну вот так вот, в принципе, комнатка теперь у нас выглядит. Теперь я буду здесь все обустраивать, декорировать. Ну-ка, отойди, Регина, я буду кровать поднимать, попробую поднять. Так, здесь у нас подъемный механизм. Ой, как тяжело. Поднимается. Ну, все равно я одной рукой смогла поднять. В общем, вот так большое, огромное место для хранения. Нельзя туда залазить. А что там за кнопочки? Большие ящики. Ну, открыла я одной рукой. А закрыть я смогу одной рукой? Ой, закрывается вообще легко. Девчонки, вообще супер механизм. Не то, что у детей. Матрас, кстати, у нас корона. А там была, кстати, написано по-другому. Не корона была. Матрас-то другой был у нас. Не корона. А, вот Верона. А почему здесь написано Верона? Там корона написано. Что-то я ничего не пойму. Сустав-блок независимых пружин. Ну, вот я вам снимала, да? В принципе, это ничего подрать нельзя. Это такая наклеечка, да? Пришитая. Хард. Вот что эти значки обозначают? Тут что-то солнышко. Лето-зима, наверное, да? Сейчас у нас зима постелена. А вот это солнышко, что ли? Это лето, наверное. Ну, потом еще посмотрим, что эти значки обозначают. Ну, я вам скажу. В принципе, лежать очень классно. Пока что удобно все. Не знаю, как будет дальше. Ночь поспим, посмотрим. Я вам потом все расскажу про этот матрас. Удобный он, неудобный. Ну, так, в принципе, сейчас лежится на нем очень комфортно. Он не прогибается, прям не проседает. Это прям идеальный. Пока что, на мой взгляд. Вот. Я там пробовала на нем лежать. Все. Вот такой, знаете, средней жесткости. Не сильно мягкий и не сильно жесткий. Вот. Нужно будет еще сюда приобрести потом этот на матрасник. Вот. И покрывала. Покрывала. Хочу сюда красивая тоже. И на комоде тоже будем потом обустраивать все. тоже здесь телевизор хотим сделать, чтобы можно было бы осмотреть, что там. Ну, очень классно. Здесь, смотрите, можно на изголовье облокотиться. Вот так облокотиться и прям очень мягко. Вот это мне очень нравится. Да. Классно, да? И вот так телевизор смотреть. Да, и можно телевизор смотреть. И можно смотреть. Раз. Съехала, смотришь. Раз. Теперь вернусь, смотришь. Два. Ну, очень классная комнатка получилась. Прям супер. Обалденно. Все. Будем на этом заканчивать влог. Покажи. Угу. Люстра у нас такая классная, да, здесь? Я еще до люстры достаю. С кристалликом, да. Только не надо, пожалуйста, ходить ногами по матрасу. Мама, знаешь, что? Вот если бы папе нужно было еще одну повесить, да? Он вот так вот тряхнул, ноги встал, и все. А так мне надо стул, мне надо цыпочки вставать. Да, да, да. Давайте, идите, собирайте, все. И сюда на матрас мне не лазите ногами, понятно? На нашу кровать детям лазить нельзя. Это правило, понятно? Все. Все, на этом я хочу закончить этот влог. Надеюсь, вам все понравилось так же, как и мне. Обязательно пишите комментарии. Задавайте вопросы, может, по поводу кровати, где мы купили. Я вам обязательно напишу. Даже могу показать. Ну, у меня даже есть видео, где мы это покупали. Я до этого снимала. Именно эта кровать стояла в магазине. Поэтому обязательно пишите свои комментарии, как вам кровать. Все. Всем спасибо. Всем пока-пока. Мне кровать очень, кстати, понравилась. Я очень довольна. Здесь, в принципе, и проход есть, да? И то, что не ударишься особо об кровать. Она вся вот здесь в углы, все мягенькое. Да. Ну, бывает такие деревянные кровать. В общем, нам все нравится. Все прям суперкласс на высшем уровне. Я застилаю кровать. Это комплект, который я покупала. Вот. На резиночке. И, кстати, я так поняла, то, что не все просто не на резинке могут подойти к определенному матрасу. Так что надо это иметь в виду. Вот эту, например, я еле-еле натянула. Вот. Такой вот коричневый у нас постельный наборчик. Конечно, к нему нужно что-то светлое, чтобы подразбавить немножечко. А то так получается слишком уж темное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Девчонки, всем привет! Я хотела вам показать посылочку с FlipKZ, которую я заказала. Это такие вот уходовые средства. И рассказать просто о каждой хочу вам, что для чего я купила, чем я буду пользоваться. И потом, конечно же, в процессе пользования я буду вам говорить результат. В общем, понравилось, мне не понравилось. Был эффект, не был. Вот. Хочу начать вот с такой вот пенки для умывания. Она мне очень, кстати, понравилась. Я уже где-то умываюсь, ну, около недели. Кстати, сейчас я тоже умылась, помылась, голову помыла. И тоже, кстати, пользовалась этими средствами. Это пенка для умывания, глубокого очищения, для проблемной кожи. В общем, пенка очень классно пенится. Очень мне нравится. Буду, конечно же, заказывать еще. Но к этой пенке, я думаю, нужно еще дополнительные средства для очищения лица. Более глубокого очищения. И, конечно же, у меня для этого есть вот такая вот прекрасная мезопилинг-скатка для лица. Очень суперская, классная. Кстати, она очень классно скатывает всю грязь на лице. Все вот эти вот омертвевшие клеточки. Я пользуюсь ей один или два раза где-то в неделю. И прям лицо становится очень гладкое, супер гладкое. Прям мне очень нравится. Я даже не представляю, как я раньше вообще жила без вот этой вот скатки для лица. Еще с этой же фирмы я заказала мезомаска для лица. Это маска. Конкретно ее наносишь на минут 15 на лицо, ходишь с ней. И она тоже такая, знаете, очищающая для лица. И еще один такой вот коллаген морской. Скраб для головы, для кожи головы и волос. Если честно, я пока до сих пор не поняла вообще его действия, как, что. И мне кажется, лучше просто скрабировать другие части тела, но ни голову, ни волосы. В общем, второй раз бы я его не заказала, этот скраб для волос. Я взяла попробовать. И честно, я не поняла вообще, нафига он нужен, этот скраб для головы, очищающий, обновляющий. Особенно, если длинные волосы. Просто бывает невозможно вот эти мелкие частички протолкнуть сквозь волосы. В общем, мне кажется, это, ну, не скажешь, бесполезная вещь, но я бы такой больше не купила. Еще одно средство мне понравилось по запаху. Очень классное. Это экстра питание маска для волос. Гладкость. Это витамин кокоса, витамин Е и Ф. Мне очень нравится маска, все, но нравится единственное запах. Вот. По поводу питания ничего не могу сказать. Пользуюсь ей где-то, ну, неделю пока что. Вот. В неделю, ясно, я ей пользуюсь где-то раза два, наверное, вот так вот. Но периодически. Не каждый день я маску наношу. Почему еще, кстати, советуют, если использовать маску для волос, нужно также использовать, кстати, вот скраб для волос, чтобы маска не забивала волосы. Ну, как поры там, да, на голове и все такое. И вот для этого советуют скраб для волос, чтобы все это дело очищать. Чтобы маска не оставалась. На волосах. И хорошо нужно промывать голову после масок. Вот. И еще одно средство. Это сыворотка против выпадения волос. Несмываемая. Пахнет эта сыворотка прямо вот такими травками. Вот. Здесь 13 трав. И говорят, что ей нужно каждый день пользоваться. В течение где-то месяца. Я читала по отзыву. Вот. На сайте Flipkizet, где я заказывала. Говорят девчонки, что месяц пользуются каждый день, не смывая ее. То есть помыли голову, нанесли и все, не смывать. И получается эффект виден. Но если пользоваться, как здесь написано, то есть где-то 2-3 раза в неделю наносить его, то эффекта, в принципе, не видать. Пока что ничего не могу сказать насчет этого средства. Ничего. Пользуюсь тоже где-то около недели. Когда закончится бутылек, я вам скажу, помог он мне, не помог. У меня, кстати, сейчас есть такая проблема выпадения волос. И я пытаюсь ее решить с помощью средств. Но думаю, что нужно все-таки какие-то витамины. И если вы в курсе всех этих дел по поводу выпадения волос, что помогает, пишите в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Ну а на этом, в принципе, все. Все вот эти средства, которые я заказывала, пробовать, пользоваться. И потом вам говорить, что понравилось, что не понравилось, что правда действует, как написано, заявлено производителем, а что нет.